Давайте. Расскажите, пожалуйста, сегодня очень много говорили о ваших заслугах в Японии. А какой след Япония оставила вас от театральной японской искусственной культуры в целом? В целом или конкретно? Если в целом, то тот след. Я довольно много лет работал в разное время, и ставил спектакли, и преподавал, и гастролировал. Поэтому я так не могу выделить. Конечно, прежде всего вспоминаются работы уникального характера, когда мне приходилось работать на открытом пространстве, например, в заповедке в зоне Шизо, когда я делал «Превращение», «Франца-Кавки», но в театральной сцене, которая выдвинута в лес, выдвинута почти в горнее место, когда действие происходило там, в разных местах, в разных локациях, и, конечно, это сильно впечатление. Но, безусловно, сама работа, сами гастроли, скажем, в заповеднике, потом сейчас театральный город, а Даша Сузуки сделала у себя в Толго, может производить очень сильное впечатление, потому что это увлекальный театральный город, где снижаются все театральные трупы, и родина магии из разных стран мира. Ну, конечно, первые репетиции, потому что я делал там мужскую классику, и вообще, надо сказать, что актеры японские очень дисциплинированные, очень воспринимающие, очень открытые для общения. Другое дело, что школа, конечно, совершенно другая, но они настолько заинтересованы в том, чтобы как можно больше узнать интересного из других культур, в частности, российские театральные культуры. Они обладают такой хорошей жаркостью, и это тоже производит впечатление, потому что ты видишь, что эти люди не знают, но если это хорошо, они хотят узнать это, они хотят этому научиться. Поэтому в репетиции есть такая внутренняя профессиональная, человеческая дисциплина и желание, это тоже будет. Ну, а потом вообще в традициях театра японского, в японской культуре есть много таких замечательных театральных стилистик и приемов, которые, безусловно, оказывают влияние на сегодняшний театр. Не случайно, что период не бывает, когда весь мир увлечённый на японской культуре. Это очень много. И это и театр Но, знаменитый, и театр Кабуки. Это всё те элементы, которые влияют очень на режиссуру, даже таких великих наших режиссёров, которые приходят в прекрасном науке. Я очень часто применял приемы. То есть, я так прямую, а посредством применял. Поэтому всё общение с японской культурой – это очень серьёзная учёба и серьёзное влияние. Поделитесь, пожалуйста, эмоциями, ощущениями от сегодняшнего события. Что вы чувствуете? Ну, я, так сказать, ощущаю, безусловно, гордость и удовлетворение, потому что мне скрою, мне очень приятно получить именно этот орден, и этой страны. Потому что, ну, для меня Япония всегда была фланг, и поэтому то, что эти отношения с теми, я с вами с вами. Ну, это здорово, потому что российский театр тоже. Значит, мои милиции тоже и российский театр. Спасибо. Спасибо. А скажите, пожалуйста, Вы в театре не планируете ли поставить пьесу какого-нибудь японского драматурга или вот как-то обратиться в творчество, так или иначе? Пока нет. Пока таких планов нет. Пока таких планов нет. Хотя, в принципе, ничего, всякое может быть. Никто не зарекается ни о чём. Никогда будет. Ну, успехов вам и удачи. Спасибо.